Показать искусство владения джойстиком приехало более 50 человек из Шатуры, Ногинска, Электростали, Мытищ, Москвы, Реутова, Орехова-Зуева. Эти парни играют не вставая со стула, знают имена лучших футболистов мира. Поклонники FIFA собрались, чтобы определить лучшего геймера турнира. Все мы знаем, что киберфутбол и киберспорт сейчас очень сильно развивается, его признали официальным видом спорта, и мы развиваем в данный момент это в Московской области. И очень рады, что Электрогорск включился очень активно и проводит первый свой кубок. Именно Электрогорска по FIFA и 56 участников в данный момент присутствуют здесь. Лично я занимаюсь 12 лет организацией данными мероприятиями. В данный момент мы сейчас проводим в Шатуре первую в России школьную лигу по киберфутболу. Другие киберфутболы, свободные концы. И, соответственно, также проводим в других городах. Еще у нас подключает Сергий Посад, Коломна. Пока проводим по киберфутболу и подключать собираемся в другие дисциплины. Это Counter-Strike, это Dota, дисциплины колоссальное количество. Формат игр уже меняется. То есть, как ребята играют один на один, есть формат уже пять на пять. Это когда уже команда. Награды здесь почетные. За первое место консоль PlayStation 4, второе место наушники и третье место игровой джойстик. Данные награды, скажем так, ну очень хороши, потому что призовые фонды не всегда бывают большими в Московской области или в Москве. И все-таки консоль, которая там, ну довольно неплохо стоит, для ребят это очень, очень, я думаю, будет хороший подарок. Все участники были в одной группе. С первой до финальной игры были игры на вылет. В борьбе за третье место и в финале играли до двух побед. Практически каждый из ребят играет в виртуальный футбол каждый день, днем и ночью. По их словам, игра увлекает и захватывает. Оторваться невозможно. Составы сильнейших команд мира они знают не хуже школьных формул. Мы из Электрогорска, мы просто любители, любим играть в футбол. Не только вы просто на консолях, а во дворе тоже, да. Мы просто футболом занимаемся. Впечатления достаточно интересные. Достаточно интересно, очень понравилось. Единственное, что очень долго, как у нас первый раз, наверное, по ФИФЕ, и очень долго получилось. Да, ну и очень рады, что у нас в городе, в таком, казалось, маленьком, проходит такие турниры, и было интересно поучаствовать. К сожалению, мы проиграли, но будем пытаться на следующих турнирах выигрывать. Да, если мы стремимся. Да, 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 да. Вовлекаюсь футболом, но лет 10, наверное, точно. То есть вы профессионал? Нет, я не скажу, что я профессионал. Так, просто для себя. Какие впечатления от мероприятий? Ну, не считая того, что слишком долго все начиналось. Так все довольно-то хорошо. Как отцениваете свои результаты? Пока на 40+. Пройти весь путь и дойти до финала – дело непростое. В компьютерной игре накал страстей, как на футбольном поле. Сделали хорошо, ребята приехали, ребята помогли, молодцы. Спасибо, хочу выразить администрации, городского электрогорца Денису Олеговичу, Шапру Людмилу Викторовне, Архипову Евгению Владимировичу, за то, что помогли закупить призы, за то, что помогли провести данное мероприятие, присутствовали здесь. Также спасибо, хочу сказать, детскому футбольному клубу «Чемпионика» Калмукову Денису, который нам помог. По оборудованию получилось все, конечно, чуть-чуть плоховато, потому что все-таки нету, и сегодня доставляли оборудование из разных городов, поэтому произошла такая задержка. В перерывах провели лотерею для болельщиков с приятными подарками – кружки, фирменные коврики для мыши, ручки и часы. Сильнейшего выявляли около пяти часов. В итоге звание лучшего досталось Артему Трофимову из Электрогорска, второе место у имени Мусеебова, третье место досталось Никите Тимошкину. По окончании турнира ребята получили грамоты и ценные призы, все были довольны и не скрывали усталости. Ну, ощущения хорошие, удались, тяжело, потому что много участников. Приехали ребята из Москвы, которые показывают неплохой уровень игры, поэтому конкуренция была достойная, играть было интересно, сложно, как и ничем. Я играю в футбол в настоящий, и поэтому ничем не легче было. Поэтому ушло много нервов, сил, но победой доволен. Надеюсь, буду и в будущем повторять свои успехи. На этом организаторы не останавливаются. Будем проводить турниры дальше. Также мы хотим запустить школьную лигу в Электрогорске для ребят. И те, кто будут очень хорошо себя показывать, мы будем из них создавать команду игроков местных, которые будут представлять Электрогорск уже на Кубке Губернатора, который в этом году пройдет в Московской области, и на чемпионат Московской области по киберфутболу. Субтитры создавал DimaTorzok